Сегодня свободное время мы проведем с заместителем председателя Омского отделения общероссийского объединения корейцев Татьяна Сим и узнаем, как точки на листьях вдохновляют корейских художников на создание арт-шедевров и почему для одних хлеб насущный, а для других рис вездесущий. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день. Рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Мне тоже очень приятно. Наш сегодняшний разговор пойдет о неделе корейской культуры в городе Омске. Расскажите о программе фестиваля и о том, что ждет участников и зрителей. В рамках программы пройдут различные мероприятия. Это и мастер-классы. Приезжают гости из Кореи художники, выставка художников, называется выставка «Страна утренней свежести». Различные мастер-классы по каллиграфии, по приготовлению национальной еды. Расскажите о художниках, которые будут там представлены. Один из художников был у нас в прошлом году в гостях на диалоге классика. Это фестиваль классической музыки. И он представлял картины. Знаете, стиль такой очень интересный. Картины нарисованы путем выжигания металлической палочкой. Он рассказывал, каким образом у него пришла идея этого метода выжигания изображений. В Корее есть такое дерево, называется гинкобелоба. Когда он осенью шел мимо дома, на листочках он увидел вот эти вот точечки. И это привело к мысли, что он сможет вот именно точечным методом изображать различные рисунки на специальной бумаге. А он будет, возможно, на открытии? Да, он будет на открытии. Будет проводить какой-то мастер-класс? Да, он будет проводить мастер-класс по каллиграфии, по корейской письменности. А почему все-таки художник? Потому что каллиграфия в Корее, она приравнена к живописи. То есть это нужно иметь очень хороший вкус, умение держать кисть. Это не просто писать буквы ручкой. И когда вы придете, вы увидите сами, насколько сложно писать буквы кистями. Я знаю даже, сейчас это очень популярная методика успокоения. И прям психологи советуют идти заниматься каллиграфией. Поэтому мастерству нужно очень долго учиться. Не один месяц. И прежде чем, значит, начинать писать, нужно, во-первых, успокоиться, помедитировать. И только со спокойной душой ты можешь красиво что-то нарисовать. Часто используете на практике? Стараемся. Да, мы проводим среди детей, которые изучают корейский язык, мастер-классы по корейской письменности. А сейчас вообще много людей, кто изучает корейский язык у нас здесь в Омске? Да, в последнее время стало очень много. Первый кружок по изучению корейского языка мы открыли в 2010 году. Но тогда было нас не так много, всего было 5 человек изучающих. На сегодняшний день проводятся также в Пушкинской библиотеке бесплатные курсы по изучению корейского языка. И группы набираются по 30-40 человек. Кто вот эти ученики? Молодые они, взрослые. Зачем идут учить корейский? Изучают корейский язык от 7 лет до самого взрослого ученика, 72 года. По различным причинам. Кто-то хочет стать в будущем переводчиком. То есть это очень престижно, и заработная плата высокая. Кто-то хочет учиться в Корее. Есть девушки, которые выходят даже замуж. Часть студентов, они серьезно направлены изучить язык, чтобы получить профессию, связать свою жизнь с будущей, вот с языком, с работой. У нас в Омске в последнее время есть фирмы, которые нуждаются в переводчиках корейских. Тем более российско-корейские отношения с каждым годом развиваются в разных сферах. И в культуре, и в образовании, и в спорте. На фестивале спортивные состязания как-то будут представлены? Будут, да. Будут показательные выступления. Можно даже научиться простым элементам. Мастер-классы будут. В день открытия мы планируем провести небольшой концерт. Потом, так как у нас фестиваль будет проходить с 27 числа по 4 августа, в течение недели там будут запланированы конкурс небольшой между командами. И мастер-классы по обучению вот этих танцев спортивных. Как думаете, почему это направление стало сейчас таким прям популярным? Вот, ну, кей-поп. На ютубе видео с этими танцами, с исполнителями набирают просто десятки миллионов просмотров. Сейчас у нас вся молодежь там какие-то журналы листает, покупает. Вот почему? Во-первых, эта музыка очень легкая, современная. То, что вот молодежь танцует, эти элементы различных танцев современных. Образы очень яркие, красочные, модные. И корейские исполнители, плюс к тому, они еще очень скромны. Поэтому это притягивает молодежь. Я знаю, что и вы долгое время являетесь руководителем танцевального ансамбля национальных корейских танцев. Да, «Жемчужина». Группа у нас, значит, образовалась в 2014 году. И мы начинали танцевать традиционно национальные танцы. То есть это танец в национальном костюме в ханбоке. У нас был номер наш, это танец с феером. Танцоры показывают, как цветочек распускается весной, как бабочка летает. Это все изображается в танце. И вообще корейский танец, он, знаете, немного отличается от других танцев. Шаг начинается с пяточки, переходит на носочек. Все движения очень плавные, пластичные и сложные. Одновременно нужно наступать на пяточку, движение рук, ног, головы, все происходит одновременно. Поэтому в этом есть очень большая сложность исполнения. В кей-попе есть ли какой-то скрытый смысл этих танцев? Что касается скрытый смысл, наверное, отражение молодости, энергии. Ну и так как эти движения очень активные, ритмичные, крепкого здоровья. Вот принято считать, что этот танец современный. Но может быть у него какая-то очень давняя история. Вообще это направление зародилось еще в 60-х годов. И повлияла эта, знаете, американская музыка, которая включает в себя разные жанры. И популярную музыку, и блюз, и хип-хоп. Это смесь, так сказать, разных стилей. Но на сегодняшний день это направление приобрело настолько огромных масштабов, что уже не только в Корее увлекаются этой музыкой и танцами, но и за пределами. У нас и в России очень популярно с 90-х годов уже, в Китае, в Японии и в Америке. Почему вообще возникла необходимость в проведении национального корейского фестиваля в Омске? Ну, мы эти фестивали уже не первый год проводим, скажем так, во-первых. Проводим мы в преддверии 30-летия российско-корейских отношений дипломатические. На следующий год будет 30 лет. И еще мы посвящаем Дню города этот фестиваль. Чтобы жители Омска могли узнать о культуре Кореи. А сколько сейчас вообще корейцев проживает на территории города и региона? На территории Омской области проживает около полутора тысяч корейцев. Кто они? Чем они занимаются? Ну, во-первых, это люди, которые с 60-х годов учились здесь и уже обосновались. Они считают себя коренными жителями. Приезжие корейцы. Очень много корейцев переехало из Средней Азии. Это Узбекистан, Казахстан. Вы как человек, который познакомился прям вплотную с российским менталитетом и, собственно, хорошо знаком с корейским. Вот скажите, какие у нас есть отличия и сходства? Например, в корейской культуре корейцы никогда не говорят... Ну, говорят, конечно, наверное, нет, но чаще не могут сказать слово нет. Им нужно говорить да, но это не значит, что это да. Да, по поведению вы поймете потом, что не принято открыто говорить. Корейская культура, она более закрытая и скрытная. Скажите нам напоследок корейские пословицы. Пё – это рис. В корейской культуре рис – это, знаете, как хлеб в России. И чем рисовые колосья вырастают, тем голова становится ниже. Смысл пословицы такой, что чем, значит, мы взрослеем, тем становимся мудрее. Значит, на корейском приблизительно это будет так. Фё – это рис. Фёга – кхымён кхиль сурок. Чем больше он вырастает. Коге – сугинда. Голова прячется. Я вспомню такую. Сделала дело, гуляй смело. Вот мы сейчас с вами записали интервью, и теперь можем смело идти на выставку. Татьяна, спасибо большое за то, что вы к нам пришли. И заинтересовали, и заинтриговали нас тем, что можно будет увидеть на фестивале корейской культуры. Спасибо вам. В понедельник в парке на Королёво начнёт работу выставка «Агро-Омск». В программе демонстрация новых образцов сельхозтехники, семинары и круглые столы. Можно прогуляться по медовой ярмарке и аллее садоводов. 23 июля в музее имени Достоевского пройдёт литературная встреча, посвящённая 75-летию со дня рождения омского писателя, литературоведа и журналиста Сергея Поварцова. В четверг омичам предлагают послушать музыку солнечного гения Вольфганга Амадея Моцарта. Со сцены органного зала прозвучат известные произведения австрийского композитора. В этот же день ценителей музыки ждёт ещё одно событие. На киноэкраны выходит документальный фильм «Поворотти» о жизни и творчестве легенды итальянской оперы. 27 июля шеф-повар из Санкт-Петербурга Роман Редман научит амичей готовить сочные стейки и котлеты, а сотрудники популярных сетей быстрого питания раскроют секреты приготовления своих фирменных блюд. А в ближайшее воскресенье амичей ждёт концерт ультрасовременной музыки. Так организаторы описывают выступление Макса Барских, который пройдёт на парковке у Меги. Вход свободный.